Друзья, привет! Думаю, каждый из вас подписан на, наверное, с десяток честных блогеров, которые реально трудятся на благо своих подписчиков, которые создают полезные курсы, а после еще и пиарят их честными методами, не вводя свою аудиторию в заблуждение. И все это только ради того, чтобы мы с вами стали миллионерами за каких-то пару месяцев. Но есть настолько поехавшие на деньгах блогеры, что иногда диву даешься. Ну как? Как можно так открыто заливать полнейшую чепуху? Причем их попытки сорвать побольше деньжат доверчивой аудитории переходят просто в наивысшую степень кринжа и испанского стыда. И сегодня вы в этом точно убедитесь. В общем, сейчас будем погружаться на самое дно. И не исключено, что еще и в очередной раз пробьем его. Поэтому надевайте акваланги, после маленькой рекламной паузы начнется шоу. Уверена, многие из вас, кто находится в поиске себя, хотя бы раз в жизни задумывались о том, чтобы перейти на работу онлайн. Ведь так удобно работать из дома или припеком из теплых стран. Да и время, которое тратится на дорогу до офиса, можно направить в более полезное русло. Например, сходить в зал или поспать на часик больше. И если вы обладаете необходимыми навыками для удаленной работы в той или иной сфере, то найти вакансию не так уж и сложно. Тем более, с помощью телеграм-канала Finder. Finder – это самый крупный агрегатор удаленных вакансий в Телеграм, на котором ежедневно публикуются свежие вакансии на удаленную работу. Каждая вакансия, размещенная на канале, проверяется на благонадежность, поэтому сомнительных работодателей вы там не встретите. Найти работу с помощью данного канала смогут люди не только с опытом, но и без, так как вакансий без обязательного наличия опыта там предостаточно. Поэтому, если для вас актуален вопрос с поиском удаленной работы, подписывайтесь на телеграм-канал Finder и подбирайте себе работу, которая будет приносить только положительные эмоции. Ссылку я оставлю в описании. Итак, немножко с вами повеселимся и много раз по фейспалме. Ну, а кто-то, возможно, увидит истину, если ранее ее не замечал, и снимет, наконец, розовые очки. Так что же меня натолкнуло на создание такого видео? Помните, мы с вами обсуждали испорченные брови на день Серовский? Я еще тогда предположила, что неспроста она устроила весь этот цирк, и, вероятнее всего, совсем скоро она выходит свой курс по бровям. Ну, собственно, так и произошло. После такого мощного прогрева она открыла курс по обучению бровистов. И, разумеется, только из-за того, что аудитория ее уговорила это сделать. Самый офигенный, небывалый и разрывающий просто рынок бьюти программе по обучению на бровиста и на том, как зарабатывать на этом, от Надин Серовский быть. Вы вчера сами все решили, и я просто тупо, понимаете, не могу отказывать вашим запросам, потому что никогда настолько сильно чего-то я не видела от вас такого желания. Да, прям представляю, как после клоунады со спорченными бровями все прям ринулись умолять создать ее курс. Но дальше еще интереснее. Сначала она на примере учениц, которые до обучения у нее работали на обычной работе с небольшой зарплатой, показывает, какие горки денег можно зарабатывать, пройдя обучение у Надин. Далее она как бы просто размышляет. Вот круто же она все-таки придумала, ведь вложенный в ее курс деньги окупится уже в первые дни работы. Да, математика получается, то есть в среднем бровист и тот такой на минималках начинающий получает 4-5 тысяч рублей в день, и получается, если бы Юля платила за это обучение, она бы его отбила за 1-2 дня, да? Офигенную тему я придумал. Боже, да почему это так плохо? Да, тема прям офигенная, вот что бы мы без тебя все делали? Однако такие уловки, видимо, на народ не очень подействовали, а продажу закрывать как-то нужно, поэтому Надин просто прогуливалась по Москве, записывая сториз, совершенно случайно встречает свою подписчицу, которая вдруг решила сообщить ей о своей мечте. Продвижение стоит 5 990, а не 23 тысячи. Здравствуйте. Я приехала в авангард к той девушке, которой Юля. Призошла, там никого нет, вышла, говорю с подружкой, говорю, где ее найти? А ты где работаешь? Я в нашей связи училась. Сейчас эта девушка сообщит, кем она мечтает стать. И, ну-то как вы думаете, о какой профессии она мечтает? А кем хочешь быть? Правда, провести? Я очень хочу, я прям жду, не дошнусь. Реально? Это же в 5 вот сейчас будет продажа. Да. Я не могу. Если что, то таким ни капли не постановочным видео Надин решает сообщить нам, что продажи ее курса начнутся в 5 часов. Так оригинально, что слов нет. Я когда это увидела, у меня был только один вопрос. Ну как? Как можно в 2021 году так нелепо прогревать? И не стремно же снимать такое? Ну, видимо, деньги не пахнут, и Надя готова исполнять любые роли, только чтобы уже хоть как-то привлечь внимание к своему курсу. Хотя, без обид, но я думаю, что адекватного человека это должно, наоборот, только торгать. Но и после такого перформанса, видимо, народ все равно как-то не особо ринулся покупать курсу Надюшки. Что неудивительно. И она решает выяснить, а в чем же дело? Вот что их останавливает от покупки курса по бровкам? Девчонки желающие на бро-бро, давайте вот только сейчас с вами прям по-честному, потому что мне безумно интересно. Вот смотрите, я вижу каждую вашу заявочку, и вижу девчонок, которые прошли заявку, но не дошли до оплаты и до захода на саму программу. Вот вы мне скажите. Вот в чем у вас зерно сомнений, кто вам его заложил? И несложно догадаться, что кроме того, что людям просто тошно от прогрева, который устроил Анадин, другой причиной непокупки ее курса является отсутствие на это денег. Давайте прям вот по чесноку, вот без этих вот этих мальчиков, мазейку. Пока вы не начнете вкладывать в себя, вы, вероятнее всего, либо останетесь на привычном уровне дохода, либо вообще без него. Все, по-другому это не работает. Да что ты. Или другими словами, пока вы не отдадите мне свои деньги, я не куплю майбах. По-другому это не работает. Но все же Надя как кремень. Отступать она не намерена. Напор на нее серьезный. Ради того, чтобы выкачать из подписчиков последние деньги, она решает подключить тяжелую артиллерию. Нет, она не устраивает скидки 90% и не говорит, что те, кто оплатит курс прямо сейчас, будут обучаться не у нее. Она просто зубами вырывает у банка рассрочку. Девчонки, у нас еще один офигенный повод для радости. Потому что нам на сайт оформили офигенную беспроцентную рассрочку. Ура! Ура! Ну действительно, ура! Теперь люди не только смогут опучиться ламинированию бровок, но еще и организуют себе обязательства перед банком ради этого. Классно она придумала. Нет, Надин, конечно, молодец, ничего не скажешь. Продумала все до мелочей. Если по какой-то причине банк не одобрит вам рассрочку, она на этот случай создала службу заботы, которая оформит вам их внутреннюю рассрочку. Хорошие мои, смотрите, все, кому банк не одобрил рассрочку от банка, вам могут звонить из нашей службы заботы, вот по этим номерам, не пугайтесь, это наши, и предлагать нашу внутреннюю рассрочку. Это так мило! Служба заботы. Только интересно, это забота о людях или о кошельке, Наде? Все, сегодня и завтра последние дни, когда на мою программу действует скидка минус 50%. Дальше она вырастет ровно в два раза, и потом набор вообще закроется. Ох уж этот русский язык. Но и это еще не все. Для привлечения покупателей курса Надин даже пошла на актерское мастерство в театр одного актера, чтобы записать социальный ролик. В общем, Кейс, я тебе решила сразу же сказать, короче, как тебе идея, чтобы я тоже в семье зарабатывала? Я там просто в интернете увидела курсы бровиста, вот там я буду брови девчонкам делать, ну деньги на этом зарабатывать, как на клиент. Потом вообще может, прикинь, там свое дело открыть, как свой бизнес. Ты что думаешь об этом? Зен, ну какие брови? Как же уборка, стирка, готовка? Ну и как вы понимаете, далее она показывает, как ее героиня, благодаря ее курсу, добивается успеха и становится бизнес-вумен. Как любит говорить Серовский, набровила себе на мечту. Я думаю, не нужно объяснять, на кого нацелен это видео. Это было сделано для того, чтобы в этой женщине подпишицы Наде увидели себя и решились, наконец, на перемены в своей жизни. И записались уже, наконец, на ее курс. В общем, сейчас Торис на один можно смотреть, как постановочную комедию. И это настолько нелепо и наигранно выглядит, что даже удивляешься. Ну неужели она на полном серьезе это показывает? Неужели она думает, что люди настолько глупые? Ну а Надя далеко не первооткрывает рассрочек для покупки курса. У самых жадных блогеров примерно одна и та же схема. Нет денег на курс? Не беда. Есть же рассрочка. Ребят, я знаю, что многие не видели новости про рассрочку официальную от банка. Ну и куда же без? У вас последний шанс купить прямо сейчас. Больше такого в жизни никогда не будет. И слава богу. Так что если не сегодня, то... Когда? Сегодня последний день и другого потока не будет. А через недельку обязательно появится какой-нибудь подписчик, который не успел попасть на курс, и будет слезно умолять предоставить такой шанс. Ну и так по кругу. Кстати, еще один тренд у Инстанфоцыган, это выдавать нераспроданные места на курс за дополнительно выделенный по особому случаю. Мол, я не могла вам не дать второй шанс попасть на мой крутой курс, меняющий жизни людей, бла-бла-бла. Я чувствую на себе такую ответственность, что я вдохновила стольких людей изменить жизнь, что столько человек хотят присоединиться к моему курсу, что если я просто не дам этот второй шанс, то я не прощу себя. Мы объявляем дополнительный набор учеников, но будет всего лишь 100 человек, кто сможет присоединиться к моему курсу. Видимо, Аня очекально поняла, что курс по заработок в Инсте уже никому особо не интересен, и решила проделать такой хитренький ход. Якобы на ее курс спрос такой большой, что даже места мне не хватило. Но она не могла не дать нам второй шанс. Вот не простила бы себе, если бы не предоставила такую возможность. Ага, конечно, еще. Да-да-да. Мне порой кажется, что блогеры – это самые жертвенные и альтруистические люди. Все для народа, все для подписчиков любимых. Но и как же после завершения курса не встретиться с его участниками и не обсудить их успехи? Дэнс-малышка, спустя несколько месяцев после завершения ее курса по маркетингу, встретилась, по ее словам, с участниками ее курса, после которого их жизнь заиграла новыми красками. Лере хоть и 20, но она проработала уже 5 лет. Но действительно она начала жить 4 месяца назад, когда нашла себя. Сейчас я помогаю бизнесам развиваться в интернете и развиваю свой бренд одежды. Не бойтесь меняться в этой жизни. Или вот еще один бизнесмен, взращенный на курсе дэнс-малышки. Ну давай, рассказывай, что случилось там у тебя. Ну вот, знаете, сижу, отдыхаю на Красной Поляне с нашими друзьями. И мне звонит клиент, договорились с ним о том, что я буду предлагать его правильный инстаграм. Договорились 30 тысяч рублей. Помню, прям сейчас кинул. Ну, тут, как обычно, все просто. Пока сидел в ресторане, по телефону созвонился с клиентом, и все, денежки уже в кармане. Все как в прогреве к курсу малышки. Вообще, забавно наблюдать, как человек, не окончивший школу, создает образовательные курсы и учит зарабатывать на том, на чем она сама никогда не зарабатывала. Ну что ж, вот такое захватывающее зрелище у нас получилось. Как я и обещала, погрузились мы очень глубоко. Надеюсь, вы не захлебнулись от смеха и не отбили рукой свой лоб. Ну, а если вы наблюдаете подобный трэш у блогеров, которых смотрите, то вы всегда можете поделиться этим в моем телеграм-боте или директе инстаграма. Ссылки всегда находятся в описании. На этом видео подошло к концу. Ставьте лайк, если оно вам понравилось. Обязательно оставляйте свои комментарии. И подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok